Вы знаете, в свое время мама мне рассказывала, что когда я была 14 лет, она жила в Москве, и в это время их заставляли детей работать на заводах, работали дети по 18 часов в сутки, какие-то военные якобы заводы, что-то там выпускали, какие-то снаряды, а в выходные дни их заставляли на крышах, им было по 14 лет, дежурить и фугаски сбрасывать с крыш, чтобы они там не взрывались. Но, друзья, сколько лет прошло, вот поколение моей мамы ушло, да, и теперь на сегодняшний день мы можем сказать, что мы следующее поколение, а что нам предложили, друзья, следующему поколению, а предложили очень просто, для своевременного выявления беспилотников. Нужно организовать дежурство на крышах домов и привлечь к нему гражданское население, военных и ветеранов вооруженных сил в отставке и привлечь к этому делу пенсионеров. Конечно, пенсионеров нужно привлечь к этому делу. То есть, получается, поколение моей мамы, когда им было 14, они сбрасывали фугаски, они работали по 18 часов на военных заводах, а вот мое поколение уже тоже взрослых людей, и вот нам тоже предлагают, друзья, дежурить на крышах, сбрасывать эти снова фугаски. Нет, беспилотники, теперь нужно выявлять беспилотники и сообщать куда-то. Главы администрации должны, местное население, организовать дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов. Это должны сделать гражданские. Как раз и нужно использовать ветеранов вооруженных сил, пенсионеров, ПВОшников, которые могут рассказать и научить, показать и отвечать за эту работу в масштабах города и области. Так сегодня начали говорить военные специалисты, чтобы друзья начали работать, пенсионеры, ну и все, кто сидит дома, они начали бы сидеть на крышах, дежурить. Вы представляете, какая ситуация уже подошла к Москве? А вы думаете, что в Багдаде все спокойно? Итак, по словам военных друзьям, для борьбы с беспилотниками российскому руководству следует прибегнуть к опыту, полученному в Великой Отечественной войне, использовать народные дружины, а также ставить современные звукоулавливатели, которые в 1914 и в 1945 годах заменяли слухачи. Вот так. Все то же самое. Ничего не изменилось, друзья. И это страшно на самом деле. Страшно, что ничего не меняется, что одна война сменяет другую. И никогда не бывает в мирной жизни. Как только мирная жизнь начинает нам нравиться, то тут же начинается следующая война. И что говорят еще военные? То особенно здесь пригодятся отставные генералы и полковники при памяти. А если без памяти? А если шизофреник? Да не важно. Либо все равно пошлют. Руки-ноги есть, как сегодня говорят? Значит, все. Иди на войну. Ты там пригодишься. Итак, друзья, они напомнили, что за время советской власти войска ПВО побывали во всех конфликтах, во всех странах мира. Нам об этом напоминают. Мы и сами знаем. Но, наверное, мы забыли. Поэтому лучше нам, конечно, напомнить об этом. И в Китае были, и в Корее. На Ближнем Востоке, в Африке мы имеем огромнейший опыт. Но нам это нужно. По словам одного из чиновников Министерства обороны, также можно приглядеться к современным конструкторским бюро и молодым специалистам, которые предлагают действенные способы для борьбы с беспилотниками. И вот придумали они проект, который предполагает использование водометных установок с сильным давлением подачи войны до 50 метров. Они сшибают, просто эти беспилотники уничтожают. То есть человек должен залезть на крышу, взять этот водомет, и на крыше стоя из бронзбойта сбивать. Беспилотники смешно? Да. У нас никого не осталось в стране. У нас теперь задействуют пенсионеров. А дальше пойдут в ход дети, друзья. Ну, раз во время войны Второй мировой дети шли в ход, то и сейчас это все пойдет в ход. А как иначе-то? А иначе просто нет, не осталось населения в нашей стране. Населения так мало, если бы вы только знали. Если бы вы только знали, друзья, как мало. Какая там полтора миллиона армия. Поэтому собрать сколько-то тысяч в армии сейчас очень тяжело, друзья, потому что не осталось населения в стране. А мужского тем более. Женские батальоны будут, да, сначала возьмут женщин вот из зэков, да. Это первое, что сейчас делают, это возьмут женщин оттуда. Они, ну, они для чего нужны, друзья? Конечно, женщина любая тоже может стрелять, научиться и все. И может также мясом служить. Это не важно. Больше всего, конечно, женщина служит для утех. Поэтому на войну возьмут, конечно, женщин для утех. В большей степени. Помните эти фронтовые жены, которых было огромным количеством? А куда деться? Для того, чтобы спасти себя и для того, чтобы тебя весь полк не имел, женщины пытались пристроиться к командиру. Любому. Самому захудалому. Но командиру. Не важно, как он выглядел. Не важно там его долина, да. Важно было только, чтобы он был командиром. Чтобы защитить от всего полка. Женщин пускали в расход таким вот образом. А потом они пошли по Европе. Тоже таким образом. И все было то же самое. Итак, друзья, гендиректор Центра комплексных беспилотных решений предложил выпустить приложение для граждан, в котором будет ровно одна кнопка с сообщением «Надо мной пролетел дрон». То есть вам на телефон устанавливают приложение, где есть кнопка «Надо мной пролетел дрон». То есть что это значит? А это значит, вы нажали кнопку «Надо мной пролетел дрон». И туда. Вот вы дали свои координаты. И, соответственно, туда будет послан удар ракетный. Вы поняли? Нет? Над вами пролетел дрон. Дрон-то это секунду. Он пролетел. Но вы зафиксировали свой адрес. А раз вы зафиксировали адрес, то, соответственно, вы должны понимать, что по вам сейчас ударят. Вы понимаете, какие шикарные вам предлагают приложения? Нет? Осознайте. Осознайте, о чем я вам сказала, друзья. При нажатии сервис будет передавать координаты места, где это произошло, в центр реагирования. А уж центр реагирования сработает однозначно. Помните, как кто у нас? Дудаев разговаривал с Боризовским по телефону. И, соответственно, в это время кнопочка его расположения сработала. И туда автоматически была послана ракета на уничтожение. Помните? Так что я думаю, что дома будут бомбиться. Как раз только по этим приложениям. Ну, а если у кого мозгов нет, так для этого и делается. Для тех, у кого мозгов нет, их не будут как раз и вычищать. Но другое дело, что это многоэтажки, когда в многоэтажке живут 50 дураков, а только 10 умных, то есть, соответственно, этим 10 умным придется так же страдать, как и тем 50 дуракам, которые нажмут кнопочку на ликвидацию. Вот практически эта ликвидационная кнопка будет, друзья. За последнюю неделю Украина атаковала беспилотниками Краснодар и Москву. Вот Москву. А Москва, Киев атаковывает. Видите, как прекрасно они обмениваются ударами. В Краснодаре возможной целью дронов была телевышка, которая обеспечивает мобильные связи не только город, но и весь Южный округ. Также дроны били по Афимскому и Ильскому НПЗ. 30 мая погоды беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Их целями была президенция Владимира Путина. Об этом слушайте мой ролик. Я говорила об этом еще вчера или позавчера.